Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами пратерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем шестую главу книги пророка Захарии. В этой главе завершается серия видений, ночных видений, которые видел пророк Захария. В этих видениях Господь открывает сокровенные судьбы, глубинные смыслы истории народа Израиля. Это восьмое видение повторяет некоторые мотивы и образы самого первого видения четырех всадников. Здесь пророк видит четыре колесницы. Пророк говорит на языке, понятном для своих современников. Здесь образы силы, образы господства. Бог царствует над всей вселенной, над всем миром, над всем мирозданием. Я вновь поднял глаза вверх и вижу. Передо мной четыре колесницы, выезжающие из ущелья между двумя метными горами. Первую колесницу тащили рыжие кони, вторую – вороны, третью – белые, четвертую – пегие. Все они кони сильные. Прежде всего, образ двух гор, две метные горы – это образ, заимствованный из вавилонской мифологии, означает «столпы царства», как некие ворота, за которыми царствует Бог. И поэтому четыре колесницы, которые выезжают из царского дворца, из небесных чертогов, для того, чтобы совершить некий патруль, они должны исколесить всю землю. И пророк спрашивает у ангела, своего собеседника, толкователя, смысл этого видения. «Я спросил ангела, который говорил со мной, что это значит, мой господин?» «Ангел ответил мне, это четыре небесных духа, которые выходят от владыки всей земли». Слово «дух» в еврейском языке то же самое, что «ветер». И точно так же, как в Евангелии от Иоанна, мы слышим образ ветра, и это образ тоже Святого Духа, каждый рожденный от Духа, как ветер, который приходит. Никто не знает, откуда он приходит, куда он уходит. Мы слышим только его голос, его шум. Поэтому ветер – это такой универсальный образ силы, которая никому не подконтрольна, поэтому это божественная сила. Небесных ветра, небесных духа, которые исполняют некую вселенскую миссию. Ветер становится проводником божественной воли. Он олицетворяет силу Бога, который управляет миром. Тот, у которого вороны и кони, направляется в северный край, тот, у которого белые – на запад, а тот, у которого пеги – на юг. Сильные кони вышли, им не терпелось пройти по земле дозором. Тогда он сказал, ступайте, пройдите по земле дозором. И они пошли по всей земле дозором. А он воскликнул, смотри, отправившиеся в северный край погасили мой гнев в северной стороне. Но, во-первых, четыре колесницы, четыре коня разного цвета напоминают нам и всадников апокалипсиса, и указывают на некую вселенскую миссию этого. Точно так же, как четыре стороны света, точно так же четыре колесницы, означает, что вся вселенная принадлежит Богу. И краски этих коней тоже имеют свой символический смысл. Например, черный конь, понятно, что это конь смерти. Белый конь – это конь победы и святости Бога. Пеги – конь, как и бледный всадник апокалипсиса. Это тоже некий образ смерти и немощи. И чаще всего это образ смерти, который наступает вследствие эпидемии и моровой язвы. Такой неприятной смерти. Вот эти силы, которые никто не может обуздать, они оказываются на просторе. Они вырываются из царского дворца. И когда они оказались на просторе, то им не терпится обойти весь мир. Они рвутся вперед. И тогда ангел действительно говорит – летите, обойдите весь мир, посмотрите и сколесите всю вселенную. Ангел дает им волю. И все это происходит ради того, чтобы сказать, что в северной стране восстановился мир. Мой гнев успокоился. О чем же идет речь? Вы обратили внимание, что здесь только два направления – север и юг. Потому что самые главные враги народа Израиля – те, что с севера – это Вавилонская империя, и с юга – это Египет. Потому что по другим сторонам света граничивает море, либо пустыня, и это довольно безопасные части страны. Но север и юг – это самые уязвимые, и поэтому опасность всегда идет либо с севера, либо с юга. Скорее всего, речь идет о том, что те жители иудеи, которые остались в Вавилонской империи, не вернулись после возвращения из Вавилонского плена, они все-таки хотят принять участие в восстановлении храма. Их дух, их ум, их сердца обернулись к Иерусалиму, и поэтому божественный гнев укращается, успокаивается. Другое возможное толкование, что войска Вавилонской империи были разбиты, и поэтому божественный гнев тоже был удовлетворен. И после того, как заканчивается череда этих видений, пророк совершает символический жест. Он венчает на царство Иисуса, который в действительности является лишь прообразом будущего Мессии. «Было ко мне слово Господне. Собери серебро и золото у Хилдая, Тавии и Иедая, которые вернулись из Вавилона, и ступай в тот же день в дом Иосии сына Сафонии». В предыдущем стихе говорилось о том, что гнев Божий в северной стране угас, потому что сердца жителей страны обращаются к Святой Земле. И вот как доказательство, некоторые жители Вавилона приходят в Иерусалим и несут пожертвования на строительство храма. Они приносят серебро и золото. И здесь упоминаются их имена. И говорится о том, что, вероятно, они остановились на ночлег в доме Иосии сына Сафонии. И пророк получает миссию пойти собрать это серебро и сделать венец и возложить его на голову первосвященника Иисуса, сына Ииседекова. «И передай ему, что так говорит Господь сил. Вот человек по имени Ветвь. Он прорастет из своего места и построит храм Господа». Смысл этих стихов достаточно неясный, потому что храм отстраивает Зарвавель. Он правитель, у него в руках все необходимые материальные и политические ресурсы. Он главный строитель храма. Но одновременно возникает образ первосвященника, который тоже играет очень важную роль. Но в целом все это является лишь пророчеством о том, что однажды придет мессия, в котором будет сочетаться и царская власть, и священническая власть. «Имя ему – ветвь или поросль, молодой побег. Он пустит молодые побеги, и все начнет разрастаться». Это, конечно, указание на то, что Иисус из Назарета, тот долгожданный мессия, будет незнатного происхождения, он родится в смиренных условиях. Но именно он станет тем, отраслью, тем, той ветвью, из которого прорастет царство. «Именно он построит храм Господа. Это он облачится великолепие и воссядет на престол, и будет править со своего престола. Он также станет священником на престоле и царем. И одно не будет противоречить другому». Или, как в некоторых переводах говорится, «И совет мира будет между тем и другим». Как будто есть два образа – образа царя и образа священника. И по древним преданиям царь не может произойти из колена левия. Священники не могут занимать царский престол. Власть должна разделяться на светскую и духовную, и не должно быть смешения этих властей. Точно так же, как двуглавый орел Византийской империи – это образ двух властей. Но в Мессии последних времен соединится и та, и другая власть. Более того, он станет и Богом, и человеком, потому что образ славы и образ великолепия – это, конечно, образы божественного достоинства и славы. «А венец будет верен заботам Хилдая, Тавии, Иедаи и Осии, сына Сафонии, как памятный знак в храме Господнем». Тот венец, которым пророк должен увенчать на царство Иисуса, сына Ииседекова, останется как некий знак, напоминание в храме, как некий залог того, что действительно придет Мессия. И предание говорит о том, что действительно в Иерусалимском храме долгое время хранился этот венец. «Те, кто придет издалека, будут помогать строить храм Господа, и вы узнаете, что Господь сил послал меня к вам. Это все случится, если вы будете во всем послушны голосу Господа, вашего Бога». Помимо того, что люди, оставшиеся в Вавилонском плену, участвуют в восстановлении храма своими пожертвованиями, своими молитвами, пророк говорит о том, что к этой работе по восстановлению храма подключатся еще и языческие народы. И через это Иерусалим, Иерусалимский храм, станет центром мира, столицей всей вселенной, и все народы поклонятся Богу. Но главное условие – это не политическая власть, это не финансы, не менеджмент, как бы мы сказали сегодня. Главное условие – если сердце народа будет чутким и будет послушным голосу Бога. На портале «Экзогет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!